Про афганскую войну сложено много песен, написано немало газетных статей, книг, снято фильмов, но истории самой войны так и не было написано. Вся история осталась в памяти тех, кто принимал участие в боевых действиях. Памяти о боевых друзьях, памяти о погибших, памяти о героизме и отваге. Это была война, в которой по сути не было ни победы, ни поражения, но в ней был выполнен интернациональный долг, и советские войска с честью вернулись домой, а противник так и не смог провести ни одной крупной операции и не смог занять ни одного крупного города. Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года, а первые пограничники появились в Кабуле для усиления охраны советского посольства еще в марте 79-го. Тогда же в Афганистан прибыли офицеры-пограничники, которые консультировали пограничную службу Афганистана. Летом 1979 года в Кабул прибыла группа спецназа ПВ «Зенит», которая занималась подготовкой президентской гвардии ДРА и, конечно, разведкой Кабула и различных стратегических объектов. После принятия решения о вводе войск в Афганистан, на усиление прибыл отряд «Гром» управления КГБ СССР, и почти сразу этими силами была проведена операция по устранению амина и смене режима в Афганистане. То есть пограничники были самыми первыми воинами-интернационалистами в Афганистане. С началом боевых действий краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ, который прикрывал всю советско-афганскую границу, был переведен на усиленный вариант несения службы. Все отряды были доукомплектованы, переоснащены технически, в качестве резерва были сформированы маневренные группы и сводные боевые отряды. Пограничные заставы получили доп. технику и боеприпасы. Кроме этого, на пограничников была возложена задача по обеспечению ввода ограниченного контингента советских войск на территорию страны. На самых опасных участках для создания буферной зоны пограничники несли службу на сопредельной территории на так называемых афганских кордонах. Также КСАПО усилено личным составом, вооружением, авиацией и бронетехникой. Все это было перераспределено из других пограничных округов. Уже через полгода пограничники успешно закрепились во многих афганских населенных пунктах, чем блокировали перемещение тушманов, а также освободили от бандитов при граничной территории значительную часть территории двух афганских районов и помогали местным пограничникам, а зачастую и местному населению продовольствием, боеприпасами и ГСМ. Это было только начало той войны. В Пянджанском погранотряде была сформирована специальная оперативная группа. Адухи активно занимались диверсиями, нападали на посты, на газопроводы и на другую инфраструктуру жизнеобеспечения. Пограничники активно зачищали территорию от них в своей зоне ответственности, которая уходила вглубь Афганистана до 100 километров от границы. Кроме этого, в пограничных войсках впервые были созданы штатные десантно-штурмовые маневренные группы, которые выполняли определенные задачи по охране границы путем тактического воздушного десанта, а по сути выполняли функции сторожевой охраны при граничной зоне Афганистана. ДШМГ тогда применялись в труднодоступной горной местности для оперативных ударов по противнику и их уничтожению. Они обладали очень высокой боевой готовностью и маневренностью. Неплохо себя проявила и авиация по гранвойск, которая вела разведку и наносила по врагу ракетно-бомбовые удары. Стоит отметить, что в зоне своей ответственности пограничники действовали и вели боевые действия буквально в одиночку. Части 40-й армии Советского Союза находились южнее, и пограничники с честью выполняли поставленные перед ними задачи и показывали своим врагам, что они не пройдут и будут уничтожены. Правда, были и трудности. Например, решение правительства о запрете с 1987 года пограничникам участвовать в боевых операциях без разрешения из Москвы существенно усложняло выполнение задач. Но это уже политика. За все годы войны через Афганистан прошли 62 тысячи пограничников. Показателен тот факт, что за все 10 лет боевых действий маджахедами не было взято в плен ни одного советского пограничника. Сами же погранцы за это время уничтожили более 40 тысяч боевиков, захватили в плен около 20 тысяч, а также уничтожили и захватили огромное количество оружия и боеприпасов. Мало кто знает, но при выходе советских войск из Афганистана последним советским солдатом был не командующий 40-й армией генерал Громов, как считается официально, а советские пограничники, которые прикрывали этот самый вывод войск и оставались на сопредельной территории определенное время. Очень много воинов-пограничников в этой войне были награждены орденами и медалями. 8 пограничников были удостоены высшей награды страны звания Героя Советского Союза.